Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Сегодня 16 января 2020. Уже 16-е. Как быстро бежит время. Несколько дней назад я выпустила фильм под названием «Что натикали нам часики шоу-бизнеса в 90-е годы». Небольшая ремарка. Фильм я делала несколько дней с 12 по 16 января 2020 года. За это время произошло несколько судьбоносных событий. Первое. 12 января в одном регионе, городе Краснодаре, была восстановлена советская власть. А 15 января президент Российской Федерации распустил правительство РФ и предложил внести поправки к Конституции РФ. Тем не менее, суть моего фильма от этого не меняется, но идет в тренде важных событий. Будет в этом фильме и предложение к обществу. Итак, продолжаю. «Создала опрос, что принес нам шоу-бизнес за святые 90-е, прогресс народу или деградацию народу». И вот свежие комментарии. Так, посмотрим статистику. Что здесь в комментариях пишут? Абсолютное большинство людей сказали, что это просто разврат. То есть людей, народ раздражает. Шоу-бизнес, ну, скажем так, вот практически стопроцентно. Небольшой процент только проголосовали против. Недавно узнала. Так, это я даже не буду говорить. Вчера в магазине звучала песня в исполнении Аллегровой «Семы бабы сервы». Очень липкая программа, противная. 147. Да, вы все это подмечаете. Плохая песня. Часики имеются в виду. Мне сразу не понравилась ни музыка, ни стихи, ни самого Валерия. 109. Полностью поддерживаю. Никогда не нравилось. Просто шло какое-то навязывание этой песни. Она звучала везде. Да, именно так. Так, песня запоминающаяся и навязчивая, поэтому идет отождествление себя с ней. Валерия за эту песню отвечает по полной. Сынам-то проблемы у нее. Ну, так, хорошо. Здесь вы отметьте, что невинные песенки – это лишь один пункт из плана по уничтожению, так, скажем так, русского мира. СССР уже и не актуально прозвучит. Есть целая программа, в которой четко прописано алкоголь, секс, наркотики и рок-н-ролл в помощь. Отделить детей от родителей, обесценить традиции, джинсы, жвачка в том же ряду. И самое главное – добить на части, на мельчайшей части страну, народ, семью. Там же говорил, что если удастся безвозвратно отдалить Украину от России, то это уже победа. А насадить чуждую народу культуру, образование – это уже вопрос техники. В церкви строятся, больницы и школы закрываются, целерантность прививают, дети из моды выходят, так же, как и семья. В плане было много пунктов, и они планомерно притворяются в жизни. А маленькие часики даже в куранты бить уже поздно, но пытаться надо. Наш шоу-биз, он давно уже не наш, и детей от него ограждать пора. Для неустойчивой детской психики это, как многое другое, опасно не только для здоровья, но и для жизни. Как прошлым детям до шестнадцати. Как ещё сберечь детей? Охота на них открыта. Охотятся не только за их телами, органами, но и за душами в первую очередь. Да, это очень мощно. Вся правда здесь, именно это и происходит за эти годы, так сказать, постсоветской власти. Но началось это всё гораздо раньше. В открытую это уже практически началось в конце девяносто годов. А попытки стали запускать, заползать ещё и даже в начале 70-х годов. То есть вот такие развратные уже попытки проверки общества на вшивость. Но сейчас мы говорим конкретно о, так сказать, демократическом нашем постсоветском пространстве и шоу-бизнесе. Потому что у нас ни эстрада, ни культура, у нас шоу-бизнес. А бизнес — это основная его цель, основная его миссия, как они везде прописывают, — это извлечение прибыли. Значит, прибыль будут извлекать от всего. Значит, о нравственности, о чём-то ещё, о здоровой психике речи не идёт. Важна только прибыль. Так, и можно зайти и посмотреть эти комментарии. Они говорят сами за себя. Причём я хочу сказать, что не было ни одного комментария, который бы встал на защиту этих песен. Часики или ещё каких-то песен. Наоборот. То есть однозначный ответ народа, что нет. Всё, это вред, это вражеская вообще какая-то работа, направленная против нашего народа. И самые три главные песни, которые обратили внимание больше всех, — это «Часики», само собой, поскольку они, вещь шла, «Прёмка водки на столе». И ещё песня ансамбля «Руки вверх», которую тоже везде пили. Это «Ты целуй меня» везде. Я уже взрослая давно, потому что, ну, короче, поняли вы меня, о чём речи. Вообще там даже рифмы нету, рифмовки. Но смысл жёсткий и понятный на разбрах. Здесь в подкладке сообщества я проводила опрос, и за эти четыре дня сохраняется вот такая динамика, такая статистика. Четыре процента, что шоу-бизнес принёс прогресс народу, и девяносто шесть процентов за то, что шоу-бизнес принёс деградацию народу. Вот на сегодняшний момент это 1600 человек, 66 комментариев, 373 оценки, которые понравились. Ещё здесь был на этом опросе. Мне был некий упрёк о том, что я написала «Святые девяностые», что я сама занимаюсь программированием. Сейчас объясню. Да, конечно, мне немного удивительно, что кто-то не понял сарказма, а кто-то понял. Так вот, я поясняю для тех, кто не понял. Фраза эта «Святые девяностые» принадлежит вдове экс-президента, опять беру в кавычки слово «президент», это слово Бориса Ельцина. Это она, вдова, так охарактеризовала эти годы на презентации своей книги. Вот вам съёмки с экрана, где я вам подтверждаю этот факт. Это канал Наина Ельцина назвала «Девяностые годы святыми». Вот в том числе эти люди, Наина Ельцина и эта семья сыграла огромную роль в том, что сейчас говорит наш народ, как он это всё воспринимает. Мы их воспринимаем как предатели народа, предатели Родины. Если она сыграла главную роль в становлении мужика как политика, то тоже несёт ответственность за разрушение нашего народа, за деградацию, за сокращение демографических спад. Это всё вы. На канале «Радио Свобода» и на других каналах я ссылку дам. Вы можете сами посмотреть, как это было сказано, то есть в каком контексте как это было сказано. Мы считаем действительно, что это были святые годы. Людей, которые подняли страну. Сейчас я вам зачитаю. Полностью это звучало так. По-моему, 90-е надо назвать не лихими, а святыми и поклониться тем людям, которые жили в то сложное время, которые создавали и строили новую страну в тяжёлых условиях, не потеряв в неё веру. Но то, что они сами устроили эти тяжёлые условия, вдова экс-президента не обсуждала. То есть нам и поклониться ещё им надо. А за то, что погибло население, вымерло больше, чем за Великую Отечественную войну, то, как говорится, один из тех, кому надо поклониться, наш любимец Чубайс, так это они просто не вписались в рынок. Чего о них беспокоиться? Надеюсь, я объяснила всем, как надо понимать, фразу «святые 90-е». Ещё был такой момент, мне сказали, ну это же вот статистика на вашем канале, у вас определённая публика смотрит. Ну да, соглашусь. Давайте вот на «Радио Свободы», там всё-таки демократическая публика, это канал для них. Давайте посмотрим здесь результаты. Видите, вот про эти святые. 40 за и 96 против. Точно такая же статистика. Точно такая же статистика. И комментарии отключены. Это говорит о том, что вот это будет вал, и скажут про эти святые 90-е. Она дурочкой прикидывается, или это вот настолько циничные эти люди, циничные, понимают, что они делают, понимают, и она будет рассказывать про святые 90-е. Как ей трудно и тяжело жилось. Какая у неё тяжёлая жизнь. И живёт она, между прочим, в бывшем доме музея Максима Горького. Вот почему-то он стал частной собственностью этой семьи. На каком основании советская собственность стала частной собственностью семьи Ельциных. Вот как это происходило? Это всё происходило без народа, без нашего ведома. Максим Горький писатель и Наина Ельцина писательница тоже стала. Так что, наверное, поэтому она живёт в этом доме и книжки пишет, наверное, поэтому. Как-то это, наверное, передаётся. Вибрации, наверное, как-то передаётся писательские. И Наина Ельцина тоже стала писателем. Вы сами всё это можете проверить. Мы сейчас ещё раз посмотрим статистику. Как вы считаете, что нам принесли «Святые девяностые» в культуре, шоу, бизнесе «Прогресс или деградацию». «Святые девяностые» я, надеюсь, достаточно объяснила, откуда эта фраза взялась. И, значит, за «Прогресс народу» 4%, деградация народу 96%. Причём вот несколько дней то, что я наблюдала, сохраняется именно эта статистика. Это тот самый срез общества, который показывает, как на самом деле народ, именно народ относится к нашему шоу-бизнесу. Вот шоу-бизнес – всё, ваши часики оттикали. Теперь мы будем проводить аудит. Их всего 4%, кто их поддерживает. Вот эти 4% все эти годы пляшут и скачут на нашей голове, поливая нас грязью. А мы как будто к батареи пристёгнуты, понимаете? Мы вот безмолвствуем все. Изо всех приёмников несётся. Народ пишет, что где бы они ни были, если дома сам я не включаю телевизор, так в парикмахерскую приду. Как они работают с этой музыкой? Вот эта вся гадость, она льётся. Действительно, в барах, в кафе, где есть телевизор, очень часто именно вот эта грязь там включена, люди сидят, едят. Там даже находиться неприятно от этих вибраций, от этой музыки пошлой. Даже не музыки пошлой, а вот от самих слов, от самих этих петухов реженых. Надоели. Не то, что надоели, это просто вражеская вся тема. Вражеская — это не наша. Это против нашего народа, против наших детей направлено. Ещё несколько комментариев. И выявим суть. Хочется добавить слова, приписываемые Генриху Гиммлеру. Хочешь уничтожить русский народ? Развороти женщину. Собственно, в данном ключе движется вся, в кавычках, наша так называемая эстрада. Вся эстрада — это днище и глубизна. Когда песня крутилась по телеку, моей маме она нравилась. Я на то время слушала «Мельницу», «Пилот», в общем, русский рок. Мне важны были слова песен. Когда я услышала слова этой песни часики, я была просто возмущена. Эстрада стала просто избегать. Мне было 14-15 лет. Современных исполнителей эстрады и поп даже не знаю. Наверное, это одно из немногого, чем я могу гордиться. Вот это молодая девушка Ульяна пишет. Из песен чаще всего выделили часики Валерия, рюмку водки на столе, лепса, ты целуй меня везде, я взрослый уже, руки вверх. Были комментарии, что песню часики поют девочки детсадовского возраста, так как там есть слова «девочка», «часики» и «тик-так», взято из детского лексикона и сказок. Это чисто и налпишное. Один комментатор сказал прямо, что песня часики – направленная программа на проституцию, а не просто понижение планки. Тем более на днях один типа депутат 25 лет предложил законодательно опустить возраст согласия до 16 лет. Итак, а что мы ждём, товарищи, когда они опустят возраст согласия до трёх лет? Ещё один комментарий. Ольга Мансурова. Спасибо огромное, Галина. Мне интересно, как можно доказывать, что я есть коренной житель и имею право на жизнь на этой территории нашей страны. Возмущение народа велико, но наша задача… Вот теперь слушайте внимательно, обращаюсь к своим зрителям. Наша задача не выпустить пар, а собрать волю в кулак и подумать, как нам наиболее рационально направить эту энергию так, чтобы результат был бы в нашу пользу, а не как всегда. По крылатой фразе Черномырдина «Хотели как лучше, получилось как всегда». А для этого нужна холодная голова и крепкие нервы. И здесь спешить нельзя. Итак, ваши комментарии и опрос однозначно указывают на то, что весь шоу-бизнес, в подавляющем большинстве видео, аудиопродукции, шоу-программ на центральных каналах направлены на разрушение семьи, на растление малолетних, на пропаганду раннего секса, наркотиков, падение нравственности и подавление личности. Идёт прямая атака на семейные ценности и разрушение семьи, как ячейки общества. Нет примеров созидательного труда, уважения к труду, стремления развить себя как личность и быть полезным обществу. Нет этого в наших СМИ, в наших средствах массовой информации, в нашем шоу-бизнесе, в этом продукте так называемом, видео-аудиопродукте. Направленность подавляющего большинства программ, поклонение деньгам, паразитизму, получению материальных благ через продажу тела, секс-услуги, где-то намёками, где-то напрямую. То есть прямое указание к проституциям, понижению планки и, как сказал президент, к пониженному уровню социальной ответственности. Вот к чему призывает наш шоу-бизнес, по мнению зрителей моего канала. Заглянем в Конституцию Российской Федерации, издание 2012 год, специально купила, изучаю, просвещаюсь. Будем действовать в правовом поле РФ. Конституция Российской Федерации, официальный текст с учётом актуальных поправок 2018 года, глава первая, основы конституционного строя, статья вторая. Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, обязанность государства. Итак, я, Галина, из рода Василия, называю, идентифицирую себя человеком по Конституции Российской Федерации и заявляю, что мои права и свободы как человека являются наивысшей ценностью по второй статье Конституции РФ. Статья третья. Первый пункт. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является её многонациональный народ. Итак, мы, народ, большинство, являемся единственным, единственным источником власти в Российской Федерации. Это надо всем осмыслить. Осмыслить и пропустить через себя как установку. Потому что мы взаимодействуем в правовом поле РФ с правовым полем РФ. Мы, народ, есть власть в том, что называется Российской Федерацией. Единственный источник власти в том, что называется Российской Федерацией. Просто вдумайтесь в это. Даже помимо власти СССР мы и в Российской Федерации являемся единственным источником власти. Пункт второй. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Четвертый пункт. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуется по федеральному закону. То есть единственный источник власти народ. Те, кто посмеет присвоить себе власть и властные полномочия путем захвата у народа преследуются по федеральному закону. Еще раз осмыслите это и пойдем далее. Статья четвертая. Второй пункт. Конституция Российской Федерации и федеральные законы имеют верховенство на всей территории Российской Федерации. Седьмая статья. Первый пункт. Российская Федерация социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. На этом пункте остановимся поподробнее. Первое. Политика создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Второе. Я есть человек. Мы есть человеки. Народ единственный источник власти. Сейчас очень важно отличать, что такое человек, гражданин и физическое лицо. Мы по наивности своей полагали, что это есть одно и то же. и в этом нас и поймали в сачок паразиты. Если вы заметили, то в Конституции РФ ни слова не сказано о физлицах. Конституция говорит только о правах и свободах человека и гражданина. Но ни о каких правах и свободах физлиц в Конституции РФ не говорится. Именно как физлица. Это бесправное лицо. Это вещь. Это раб. Если мы себя будем везде олицетворять, идентифицировать, называть, настаивать на этом, что я есть человек, то это совсем другой статус. Итак, единственный источник власти в Российской Федерации считается народ. А человек, его права и свободы по статье 2 являются высшей ценностью. Признание соблюдения защиты прав и свобод человека и гражданина обязанность государства. Поэтому я называю себя я есть человек. Я это озвучиваю. Попробуйте потом мне кто-то сказать в будущем, в дальнейшем, что вы этого не слышали. Я это сейчас обнародовала в отношении шоу-бизнеса как единственно присутствующего на всех федеральных и общественных каналах телевидения и в других средствах массовой информации, именуемой СМИ, мы осознали, что наше достоинство попрано, растоптано, а вместо свободного и достойного развития человека наших детей с малых лет программируют на пошлость, мерзость, непотребство, распущенность и бессмысленное существование. Мы, человеки, народ, проведя первый аудит, осознали, что нарушена статья 7.1 Конституция Российской Федерации о создании условий на достойную жизнь и свободное развитие человека, так как нет выбора и есть лишь выбор без выбора потреблять информационные нечистоты. статья 13 об идеологическом многообразии второй пункт Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Проведя первый аудит шоу-бизнеса на примере песни «Часики», которую исполняет Валерия, автор песни и композитор Дробыш, мы осознали и установили, что по опросу 96% информационных продуктов 24 часа в сутки проводят и навязывают единственную идеологию разврата, растления, алкоголизма, деградации, оглупления народа как основного получателя этого информационного продукта через государственные средства Гостелерадио, через частные каналы, через бюджетное финансирование информационных суррогатов, через все средства массовой информации именуемые СМИ, то есть использование бюджетных денег направлены на поддержание единственной идеологии, а именно разрушение личности человека самых детских лет, самых юных лет. Таков мой вердикт как человека, таков наш вердикт как народа, часть которого проголосовала в вопросе по аудиту шоу-бизнеса на моем канале. Нарушена статья 13.2. Статья 21.1. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умоления. Пункт 2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому обращению или унижающему человеческое достоинство обращению и наказанию. Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным и иным опытом. Иным опытом здесь подчеркиваю. Нарушена статья 21.2. По аудиту иным опытом. Над населением проводятся опыты в виде информационного продукта шоу-бизнеса. Статья 29.1. Каждому гарантирована свобода мысли и слова, то есть шоу-бизнес все свои непотребства может назвать свободой слова. Пункт 2. Не допускается пропаганда или агитация, возбуждающая социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства. Проведя аудит шоу-бизнеса осознала я, осознали мои зрители, что в 96% шоу-бизнеса проводится агитация расового превосходства одной нации над всеми другими. Проводится запрещенная пропаганда социального превосходства богатые и бедные, а также умственного превосходства богатые и умные, бедные, глупые и ленивые. Масс-медиа пестрят пропаганды роскоши, нетрудовых доходов в верхушке шоу-бизнеса их детей, родственников, как пример для подражания молодежи. Статья 32, пункт 1. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так через своих представителей. Пункт 5. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в отправлении правосудия. Осмыслите эти два пункта. Российская Федерация считает нас своими гражданами, почему бы не использовать Конституцию во благо себе. Статья 34, пункт 2. Не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию. Проведя первый аудит шоу-бизнеса, я осознала и 96% моих зрителей осознали и проголосовали за то, что шоу-бизнес полностью нарушает статью 34 Конституции. Полностью монополизирован и ведет экономическую деятельность недобросовестной конкуренции. Статья 38, пункт 1. Материнство и детство семья находятся под защитой государства. Пункт 2. Забота о детях, их воспитание, равное право и обязанность родителей. Право и обязанность родителей. Итак, проведя первичный аудит шоу-бизнеса, я осознала и 96% зрителей, проголосовавших в опросе, осознали, что деятельность шоу-бизнеса направлена на разрушение семьи, материнства и детства и нарушает статью 38, пункт 2 Конституции Российской Федерации. Требуем от государства выполнять свои обязанности по защите семьи, материнства и детства. Для родителей пункт 2. Как осознавшие психологическое насилие и пропаганду растления детей через продукты шоу-бизнеса, осуществляем свое право на заботу и воспитание своих детей, пункт 2 статьи 38 Конституции РФ и требуем очистить государственные и иные компании и средства массовой информации, именуемой СМИ, от видео, аудио и иной формы продукции, несущей программы разрушения личности растления наших детей. Статья 42 Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. Проведя первичный аудит шоу-бизнеса, я осознала и 96% зрителей, проголосовавших на моем канале, осознали, что подавляющий объем продукции шоу-бизнеса нарушает нашу экологическую и психологическую среду, нанося ущерб психике нашей, психике наших детей, наших внуков. Наши дети и внуки имеют право по статье 42 Конституции РФ на благоприятную экологическую среду, радиоволны подавляющего объема продукции шоу-бизнеса, звучащего в эфире, а эфир это окружающая среда, 96 опрошенных на моем канале считают полным отстоем не чистотами, а травой. Соответственно, нарушена статья Конституции 42 Статья 44 пункт 3 Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры. Статья 45 пункт 2 Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. Прошу народных юристов и общественников как единственную законную власть в Российской Федерации подключиться к составлению акта по рассмотрению нарушения статей Конституции, что я прокомментировала и озвучила, и других прямых и косвенных нарушений Конституции Российской Федерации после первого проведенного аудита шоу-бизнеса для представления в прокуратуру как нарушения наших прав и свобод. Пришлите, пожалуйста, шаблон для обращения в прокуратуру мне на почту и я его озвучу для того, чтобы все, осознавшие, какое зло несет нашим детям продукция шоу-бизнеса, аудио-видео, текстового формата как основного и единственного захватившего все государственные каналы и получающие средства из бюджета направленные на разрушение личности подрастающего поколения, чтобы все, каждый на своем месте в своем городе, в своем селе мог обратиться с этим шаблоном в прокуратуру, оставить это заявление под штампик и роспись о принятии и больше ничего делать не надо, никаких нервов, никаких расстройств, никакого страха. Написали шаблон, отнесли в прокуратуру, МВД получили штампик и роспись о принятии, они вынуждены будут реагировать. Если таких обращений будет много, здесь проголосовало более тысячи людей, представьте, тысячи человек, это будет прецедент. Если таких обращений будет мало, это как слону-дробина. Если таких обращений от человеков народа будет тысячи, то мы уберем этих паразитов и будем выбирать свободным выбором тех исполнителей и авторов, чьи произведения направлены на созидание, уверенность в будущем, уважение традиционных ценностей, семьи, супружества, друг другу и человеческое достоинство, а также возьмем под контроль финансирование культурных проектов, как единственная законная власть в Российской Федерации. На завершение данного видео зачитаю свежие комментарии. Алексей Викторович пишет, плоды многолетнего геноцида дали великие всходы в пользу паразитов, но когда видишь таких людей, как Галина, понимаешь, что не все потеряно в этом мире, хотя и понимаешь, что большинство из пропитанных матрицей не вернешь уже никогда. Спасибо вам, Галина, за бесценный разбор. Отвечаю, многое потеряно, но пришло время обернуть все вспять и вернуть украденное достоинство народа. Людей, которые просыпаются, которые проснулись, осознают все больше, не только я. Этот процесс уже идет и набирает ход, его ничем не остановить. Я, человек, дочь Бога живого, приказываю, паразиты, прочь с нашей планеты, идите в свои чертоги. Артисты и певцы, вы имеете свободу выбора по Конституции РФ, что вам петь, а что вам не петь, какие тексты сочинять, но помните, вы все несете персональную ответственность за нравственное качество своей продукции, направленной на народ. Народ – это не пипл, который хавает. Народ – это единственный источник власти здесь, на земле. Мы народ и наш аудит начался. Всех вам благ. Надеюсь, вам это видео понравилось. Поддерживайте мою инициативу. Пожалуйста, народные юристы, составьте шаблон для нас, для всех, грамотным юридическим языком, чтобы мы могли каждый на своем месте отдать его в прокуратуру или МВД. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои комментарии, репостите это видео, пускай народ поддержит эту инициативу. Всем нам на благо, нашему народу на благо.